Всем добрый день! Сегодня мы с вами делаем еще одну масочку из куркумы. Вот как раз таки куркума здесь будет являться основным ингредиентом. И эта масочка предназначена для очень сухой, чувствительной, аллергической кожи, кожи дряблой, возрастной, потому что, ну, в принципе, решает весь вот этот вот проблем. Итак, ВОЗ проблем, простите. Итак, это сухость, это аллергическая реакция, это покраснение, шелушение, купероз и так далее и тому подобное. Ну и, соответственно, после этой масочки кожа будет очень хорошо увлажнена, поэтому, ну, такой достаточно универсальный продукт и запускающие механизмы омоложения, обновления. Поэтому есть смысл эти маски поделать по возможности, ну, хотя бы пройти курс 8-10 сеансов, но не чаще, чем 2 раза в неделю. Итак, нам понадобится куркума, нам понадобятся сливки. Чем выше жирность, на самом деле, тем для сухой, чувствительной кожи это лучше. Но с учетом того, что вы переносите все вот эти вот ингредиенты. И около чайной ложки сока алоэ. Если у вас нет алоэ, абсолютно ничего страшного, делайте смесь из сливок и куркумы, этого будет вполне достаточно. Ну, а у меня есть алоэ, поэтому я добавлю еще и алоэ. Вот такое смешение разных, знаете, разных стран, да, вот куркума, Индия в основном, аюрведа, алоэ, который у нас тоже часто, хотя это не наша родная травка, но тем не менее, она у нас очень часто используется, по крайней мере, чаще, чем куркума. Делаем, точнее, добавляем к соку алоэ 2 ложки куркумы, причем с горкой. Вот, объясню для чего, потому что мы с вами будем наносить куркуму не только на зону лица, да, но и на область нашей шеи. Поэтому вот тщательно перемешиваем, она вот так вот комкуется немножко, то есть это все нормально, потому что сока алоэ одного недостаточно. И теперь всю эту массу мы с вами разбавляем сливками. Сливки желательно предварительно подогреть, чтобы они у вас были тепленькие, поэтому отлить небольшое количество, но вот здесь догадаться, угадать, да сколько, это не совсем получается. Поэтому, ну, порядка столовой ложки нужно сливок вот на 2 чайные ложки куркумы. То есть, видите, вот на глаз бахнуло, и получается смесью джижи ничего страшного абсолютно. То есть, это даже очень хорошо, потому что масса будет, точнее, маска наша, золотая маска, будет распределяться по нашей коже очень-очень хорошо. Так что, смотрите, вот наша маска готова, наша задача вымешать ее тщательно, чтобы не было комочков. То, что вы видите, да, вот такие, казалось бы, комочки, это на самом деле не комочки, это мякоть алоэ, которую я выдавливала, и это ничего страшного. Если вам не нравится мякоть алоэ, возьмите чистый сок, да, вот, выдавите чистый сок, и все. То есть, маска у нас готова к применению, так что идемте ее применять. Ну вот, мы с вами готовы к нанесению этой маски. Я уже умылась, лицо я тоником не трогала. Наносить мы маску будем кисточкой, потому что она жидковатая. И эта маска максимально близка к тем, которые делают индийские женщины. Итак, мы с вами наносим маску аккуратными такими мазочками. Если хотите, можно руками, но напомню, что куркума прокрашивает и одежду, и ногти. Ногти начинают желтеть, причем цвет проявляется именно на ногтях. На ногтях и на лаке, который у вас нанесен. Поэтому в данном случае, все-таки, лучше воспользоваться или ватным диском, или спонжиком, и нанести маску по массажным линиям. И опять-таки, я в зону роста ресниц, не спеша, не боясь. То есть, самый простой вариант на самом деле, это смешать куркуму, специю куркуму с маселком. То есть, ничего страшного, если мы случайно где-то мы с ним не там. То есть, это самый щадящий вариант маски. Самый мягкий, самый деликатный. Ну и при этом очень эффективный. То есть, не зря я напомню, что это, фактически, мы с вами считаете, делаем маску из аюрведы. Вот. Наша задача омолодить себя. Наша задача снять раздражение кожи, чувствительность кожи повышена, аллергические реакции. Если, конечно, вы не аллергик на саму специю. То есть, если вы впервые, то сделайте, пожалуйста, аллергопробу. Ну, потому что, на самом деле, аллергическую реакцию может вызывать и сок алоэ, и куркума. Вот. Ну и если есть у вас непереносимость молочных продуктов. Вот. Так, старайтесь, чтобы у вас одежда была темная. Потому что, напомню, куркума, она еще и прокрашивает у нас одежду. И, конечно, по возможности и зону декольте обработать, и глубоку шею. Ну, вот в роликах это невозможно. Хотя, опять-таки, вот то количество, вот у нас еще остается вполне достаточно. И для зоны декольте. Так что, вот, мы маску нанесли. Вот здесь у меня кусочек алоэ. Ничего страшного. Вот. Масочка может немножечко подтекать, потому что основа жидкая. И идем, укладываемся на 15 минут. Не более. 15 минут вполне достаточно. Масочка у нас подсохла. Прошло 15 минут. Местами где-то влажная. Но, в основном, где проблематичная кожа, да, где вот она тонкая, сухая, там маска подсохла. Поэтому мы ее смываем большим количеством воды и с вами встретимся. Вот, я думаю, будет видно уже, да, как она начинает трескаться. Когда я ее уже смою. Вот я смыла масочку поближе, извините. Потому что футболка вся мокрая. Все-таки смывать лучше такие маски, уже принимая душ. И, что я хочу сказать, кожа приобретает потихонечку легкий бронзовый оттенок. Я думаю, это будет заметно. А у светлокожих, напомню, что лучше такие маски делать не чаще, чем один раз в неделю. Потому что ваша кожа может приобретать оттенок легкой желтизны, там слоновая кость. Но, тем не менее, маски вот с куркумой, они потрясающие. Просто по воздействию на кожу. Кожа очень мягкая, бархатистая. И вот после этой маски она очень увлажнена. Но есть еще одна особенность, о которой я скажу. Дело в том, что, напомню, точнее куркума. Хоть и порошок, да, но она все-таки с крупинками. Поэтому вы смываете маску обильным количеством воды. Не растирая кожу, не травмируя фактически эпидермис. Вот, просто большим количеством воды. И потом промакиваете лицо полотенцем. Но так кожа, ну, очень в таком приятном, комфортном состоянии. Поэтому, я думаю, может быть, я даже сегодня обойдусь без крема. И все, на этом вечерний уход закончен. Так что до следующих наших процедур будем делать что-то новенькое.